Путепровод 139-й километр – важная транспортная артерия города. По маршруту ходит общественный транспорт. Трасса пользуется популярностью у автомобилистов и особенно у работников заводов. А их здесь немало. Главный ракетно-космический центр, предприятие, авиационной промышленности, конструкторское бюро. Улица Земица давно нуждалась в ремонте. С 10 апреля дорогу от въезда на территорию завода «Прогресс» до улицы Литвинова закрыли для обновления. Оно пройдет в несколько этапов. Мы говорим о двухгодичном контракте. Первый из них на первый год, который, в 2023 год, мы ставим задачу – это полный ремонт информационных швов и в данной ситуации трамвайных путей и восстановление асфальтового покрытия в минимум в нижних слоях. Это по проезжей части и открытие движения по трамваям. Это вот задача, которая стоит на октябрь месяце. В связи с закрытием движения транспортные потоки неизбежно перераспределили. Первый вице-мэр рассказал, что основную нагрузку при объезде путепровода возьмут на себя улицы Берегова и Победы, проспект Кирова, заводское шоссе. Также движения общественного транспорта будут постоянно контролировать. Кроме того, рассмотрели предложения от сотрудников предприятия «Прогресс» и авиационного завода о запуске дополнительных автобусных маршрутов. Они будут ходить от Барбошиной Поляны по проспекту Кирова и до Юнгородка. Ситуацию на дороге будут постоянно мониторить представители Самарского департамента транспорта. В течение целого дня работники Центра организации дорожного движения будут находиться на всех ключевых перекрестках по направлению к предприятиям. Это и Победа Кирова, это и Кирово-Заводское шоссе, это и непосредственно заводское шоссе Землица. На всех ключевых направлениях будут наши работники находиться и смотреть, как организовано дорожное движение. Уже сейчас специалисты скорректировали работу светофоров. Так, на пересечении проспекта Кирова с улицей Победы, Кирово-Заводского шоссе, напротив Кировского рынка, завода Гидроавтоматика, фаза зеленого света в направлении заводов увеличилась до 120 секунд. Если будет нужно, изменят и дорожные знаки. Учитывая обстановку, могут либо разрешить парковку, либо запретить. Установят соответствующие знаки. Автомобилисты, работники заводов и жители района ситуацию понимают и говорят о необходимости ремонта путепровода. В недостатке там всегда провален асфальт, там какая-то арматура торчит. Ну, в нехорошем он состоянии, если честно. Ну, дорога важная, но я говорю, я там редко езжу. Ну, понятно, что это как-то усугубит ситуацию вообще в целом по городу в плане трафика. Ну, ремонтировать тоже надо. Особенно внимательно отнеслись к просьбам заводчан. Во время подготовки к ремонту обустроили территорию, по которой работники предприятий будут идти утром и возвращаться обратно к остановкам общественного транспорта вечером. Мы проложили где-то приблизительно метров 600 пешеходной дорожки перед закрытием моста. Соответственно, по ней можно будет добраться заводчанам от предприятий, где они работают, до ближайших остановок, где ходит общественный транспорт. Активно приводят в порядок дороги, которые возьмут на себя часть нагрузки после закрытия путепровода. В самом начале сезона ремонта обновляют сразу несколько маршрутов Кировского района. Это улицы Береговая, Алма-Атинская, Республиканская. Их ремонтируют на средства НАСПроекта «Безопасные качественные дороги». Старый асфальт полностью фрезеруют и укладывают новый. Используют современные материалы, чтобы обеспечить повышенную прочность дорожного полотна. Решили вопрос доступности одной из остановок общественного транспорта. В период закрытия путепровода будут использовать трамвайное кольцо не в районе Костромского переулка, а на Юнгородке. И чтобы горожане могли свободно добраться до остановки по тротуару, который находится между кольцами, предпринимателям запретили выставлять лотки на улицу, рядом со своими торговыми площадками. Администрация промышленного района провела соответствующую работу. Ремонт путепровода наземится полностью на контроле главы Самары Елены Лапушкиной. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, Константин Головин, Игорь Казановский. События.